ИК-19 Никогда своей головой ни до чего не додумаются Но надо так это понимать и откровенно давать себе отчет Таджики неграмотные Есть, конечно, таджики грамотные, которые стоят наверху Таджикистана А в Россию-то приезжают те, которые не нашли в Таджикистане себе места Так вот, четыре неграмотных таджика вдруг были каким-то образом взяты на мушку ФСБ ФСБ их пустило в разработку и дало им какого-то существующего или несуществующего Исраэля На которого якобы они должны были работать и заработать То есть работать наркокурьерами и заработать при этом по 70 тысяч рублей Для них это, конечно, деньги На пустом месте просто передать наркотики с одного места на другое Но жизнь-то она другая Но им сказали, что они просто будут введены в эту игру А игра-то контролируется ФСБшниками, так что им ничего точно не будет Вот такая ситуация сложилась с наркокурьерством Конечно, кого там разработали, кого подставили Сейчас идет такая большая грязня, кстати, за наркорынок в России Между силовиками? Нет, друзья, не между таджиками Ну, побойтесь вы бога, какие таджики И наркогилеры, да, это силовики наши, россиянские силовики И вот там наверху идет грязня Зато кто будет контролировать данный рынок? А для этого нужно сделать небольшие подставы Одни подставляют других Это же все понятно? Имя Исраэль, в конце концов, вполне себе может быть выдуман имем Это выдуманное имя для того, чтобы, ну, в общем, для того, чтобы просто состряпать сказку очередную И вот этих таджиков все-таки, несмотря на то, что их ФСБ уверяло в том, что они контролируют, что с ними ничего не будет, вдруг сажают Сажают в тюрьму И не просто в какую тюрьму, а в ИК-19 Для чего? А потому что вот эта проблема, которая возникла 22 августа в ИК-19 С сожжением, с разбиванием бутылок, а череп и череп и скальп снимали там, в общем, бог знает, что творилось То этим всем занимались как раз те самые таджики Вы можете себе представить? Сначала эти четыре таджика попадают под пресс ФСБ и вынуждены нарисовать себя как наркодилеры Их, несмотря на то, что они все это рассказали, их все равно прессовали даже перед судом и на суде В общем, их объявили наркодилерами и посадили Далее в ИК-19 они вдруг становятся, ну, уже группой ИГИЛ Неграмотные таджики, которые ни сном, ни духом Которые решили помочь ФСБ, чтобы, так сказать, заработать себе бонусы всякие в России Вдруг их отправили в ИК-19 А там они стали просто ИГИЛовцами А там, я не знаю, кто бил этого начальника лагеря Кто пытался с него скальп снять Кто пытался скальпелем снимать скальп, скажите, пожалуйста Они сотрудники ли каких-то спецслужб? Ну уж никак не таджики Ну это люди, понимаете, у каждого есть свое У таджиков трусость Трусость национальная Такая черта национальная Они не могут это сделать Они делают, конечно, не убивают Да, все понятно Они все это делают Ну и еще Есть некие варианты, при которых они Ну просто никак Ну они, да Не годятся ни в какие разработчики В общем, это не тот вариант Когда на таджиков можно было повесить ИГИЛ Но здесь повесили Потому что делится большой куш где-то наверху Там наверху в министерствах идет война На сегодняшний день ИК-19 это просто люди, на которых отработали Какое-то театральное действие Отработали для того, чтобы где-то кому-то поставить на вид И будут все знать, что это подстава была Но это подстава такая, которую используют для того, чтобы Где-то кого-то подсидеть Где-то у кого-то вырвать денежный куш Идет борьба за ресурсы Борьба за ресурсы Газпром, нефть Что еще у нас, да Криптовалютный рынок Ну, рынок-то разный бывает Есть и нарко, видите, бизнес-нарко Рынок тоже делится Одна Госдума Получает только, как говорят Говорят, знаете, столько разговоров об этом Там 500 килограмм кокаина получает Госдума из Афинской Америки Из стран Вы помните Венесуэлу? Вы помните, как отправляли самолет первого лица? Первого Это значит президентский самолет У президента якобы потом стали писать Четыре борта И вот президентских четыре борта Якобы на одном отправили 400 килограмм кокаина Потом говорили о том, что Валентина Матвиенко для своего сына тоже закупает Чтобы он брал чистый кокаин Потому что, говорят, где примесь есть Там уже канцерогенные вещества Чтобы люди, употребляющие кокаин Быстрее заболели раком и ушли на тот свет Это тоже необходимо понимать Так что вот этот спектакль, который разыграли ФСБ С какими-то таджиками Он все-таки остается спектаклем И нужно понимать Никогда не помогайте Тем, в ком вы не уверены И не думайте, что если ты снизу ползешь в муравей И тебе вдруг лиса хвостом махнула и сказала Я тебя прикрою, таджик Не верьте Видите, и таджиков тут же застрелили всех на месте Чтобы не осталось следа Чтобы никто об этом ничего не знал И никто не заподозрил Собственно говоря Ведь никто никому не сможет предъяву Предъявить, да? Сверху тем Мужики, которые делят между собой Это бабло И эти ресурсы Они, конечно, предъявляют Но когда все мертвы И всех застрелили Это что значит? Что нечего предъявить? Если вы в ближайшее время увидите Что идет огромное количество военной техники на Москву То знайте, что это не ВСУ Это не украинцы Хотя будут говорить, что это украинцы Это свои Друг дружку пугают Друг на дружку направляют Автоматы, винтовки, пистолеты Все что угодно Это анархия Анархия наверху Делят бабло Скидывай сапоги Власть переменилась Она сейчас переменилась Власть Я Таня Карацуба Сеидбурхан 24 Августа 2024 года Увидите Большое количество военной техники Это своя техника Даже если на ней будут Шевроны украинские И надписи Это свои Хотя украинцев тоже могут пропустить Только для того, чтобы отбить Какое-то бабло друг у дружки А народ Ну что же, друзья Лес рубят Щепки летят Вы С детства знаете эту поговорку Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...